Всем привет, друзья! Это Орел и Решка. Перезагрузка. Знаете, Евсей-человечек новый. И он уже три города был с золотой картой, и мне это не нравится. Слава богу, в Монголии нет монет того, есть купюрки. И пользуясь своим авторитетом, подбрасывать эту купюру буду я, чтоб уж наверняка этот парень с кораблем на голове будет орлом. Как я? Это вряд ли. Две коняшки будут решкой. Это я. Ну что, говори, орел, решка. Привет, Монголия! Смотри, это рюкзак. Монголия, встречай нового Чингисхана! Есть страна, где на сотни километров нет ни людей, ни городов. Там только бескрайняя степь, выжженные пустыни, дикие верблюды и таинственные ущелья. А посреди всего этого стоит лес стеклянных небоскребов. И называется это чудо света – Монголия. Заканчивается посадка на рейс 556. Ой-ой-ой, как не вовремя. У меня как раз карта пошла, что надо. Ладно, у вас есть еще 10 минут. Тэнкью. Это же покер-матч. Здесь победитель получает все. А вот и фулл-хаус от Настюшки. Другое дело. Аэропорт Чингисхана – единственный аэропорт в Монголии, из которого можно улететь в другую страну. Мне пока улетать не нужно, просто поменяю здесь свои 100 долларов на местные тугрики. У меня на руках 226 тысяч 200 тугриков. Оригина в прошлый раз получила 175 тысяч тугриков. Это получается я очень даже в плюсе. Свое путешествие по Монголии я начну с ее столицы Улан-Батора. Конечно же такси для меня это очень дорого. Поэтому держим курс на автобусную остановку. До нее, правда, нужно минут 10 пройтись. Зато проезд стоит всего 16 центов. У меня на эти выходные грандиозные планы и Улан-Батор туда никак не входит. Оба дня я проведу в самой большой пустыне Азии – Гоби. Там меня ждут бесконечные дюны, дикие верблюды, юрты кочевников и таинственные ущелья. Это будет незабываемое приключение. Монголия – страна огромная, по площади как две Украины. На машине передвигаться нереально. Так что прыгаем в самолет и погнали в пустыню. Мы летим уже полчаса и я не видел ни городов, ни деревень. Ладно деревень, тут дорог нету. Монголия – это бесконечная степь до самого горизонта. Больших городов здесь нет. А расстояние между маленькими поселками – сотни километров. Я вот тут поймал себя на мысли, что над какой бы страной я ни летел, везде земля разрезана на неровные лоскуты полей. Здесь, в Монголии, ничего подобного. Просто пустота. Очень странно. Монголы – это кочевой народ. Они никогда не обрабатывали землю, не пахали и не сеяли. Тут вообще считается, что копать землю – это к несчастью. Поэтому нет ни полей, ни огородов. Странная система. Наличные не берет, говорит, куда-то надо идти что-то брать. А вы мне? А, окей. Совет. Берите с собой. Русско-монгольский словарь. Потому что английский здесь даже ниже уровня Настя Ивлеева. И русский местные тоже почти не знают. Раньше платишь денежку чисто за дорогу и едешь из пункта А в пункт Б. А сейчас нужно купить карту, за которую денежка не возвращается. И плюс на эту карту еще и депозит положить. Пустыня Гоби самая большая в Азии. Занимает треть территории Монголии. И тут даже непонятно, то ли Гоби на территории Монголии расположилась, то ли наоборот Монголия на территории Гоби. Гоби переводится как «место без воды». Тут только безжизненные барханы и высохшие русла рек. Есть такое понятие, как дождевая тень. Это когда высокая горная цепь, в данном случае Гималай, перекрывает весь доступ осадков к местности. А без осадков никакой жизни. Четыре года назад Регина Тодоренко видела, как Улан-Батор только начинает расти. А сейчас Улан-Батор. Ну ты и вырос. Не думала я, что Улан-Батор настолько крут. Я ожидала увидеть поля и степи, а тут небоскребы и еще раз небоскребы. Откуда деньги на все это? Просто монголы совсем недавно узнали, что живут на гигантском мешке с деньгами. Тут под землей нашлись самые большие в мире запасы угля, меди и золота. И теперь Улан-Батор старается быть в тренде. Вот, пожалуйста, в центре города бесплатный вай-фай. Ну классно же. По всему городу Улан-Батор расположены вот такие вот курительные кабинки, которые обязывают жителей не курить где попало. Но жители все равно курят где попало. Но власти хотя бы пытаются. Вот раньше все монголы ездили на лошадях. А сейчас такое ощущение, что ездят только на Приусах. Ну вот сами посмотрите. Ну а что, жрет мало, а скачет лихо. И пошлина на воз. Вот так усенькая. Теперь Тойота Приус – это прям народный монгольский автомобиль. На дороге только они. Изменились и сами монголы. Одеваются как в любом современном городе мира. А в традиционной монгольской одежде ходят только приезжие из провинции. Полтора часа лету, и мы садимся в городке с нежным названием Даланзадгад. Ну вот и Даланзадгад. Надеюсь, я правильно произнес. В пустыне Гоби место опасное. Чтобы выжить здесь нужна не просто тачка, здесь нужен настоящий степной зверь. Крутой. Мощный. Надежный, как швейцарские часы. Поэтому я буду ездить на буханке. Вы только не смейтесь, но это именно та машина, которая не подведет вас в пустыне Гоби. Да, у него торчат провода и комфорта не больше, чем в сарае. Зато у него высокий клиренс, полный привод и уникальная раздаточная коробка. И там, где модные джипы застрянут по самое днище, буханка проскакивает на раз-два. Ну, шеф, трогай. Водила! Аккуратней, ты не дрова везешь. Саша, прости. Так, надо встать. Дорогие зрители, свое приключение в пустыне Гоби начните с поиска бутылки от Орла и Решки. От аэропорта Гураван Сайхан идите к ближайшей грунтовой дороге, сверните с нее направо и пройдите еще 410 метров. Там, в зарослях карганника и ищите клад от перезагрузки. Ну, удачи! Когда насмотрелся на блеск небоскребов, пора искать достопримечательности. В Улан-Баторе это центральная площадь, парочка памятников выдающимся монголам, памятник бойс-бенду Битлз, колокол мира, резиденция бывшего хана и всякие музеи. Есть в Улан-Баторе и несколько интересных фишек. В Монголии живет 3 миллиона человек и ровно половина живет в Улан-Баторе. Здесь нет привычных нам адресов. Страна делится на квадраты, которые делятся на еще квадраты, еще, еще, еще. Там такие точки, знаете, это похоже как на систему GPS. Короче, вот вам профессиональное объяснение. Универсальная адресная система с помощью набора букв и цифр может указать адрес конкретного дерева в трех измерениях. Чем длиннее кот, тем меньше объект. Ну вот, умная женщина. Ну вот здесь, например, адрес Улан-Батора, а здесь адрес площади. Если вы заметили любознательные мои, то в Монголии котов нет. У кочевников не было надобности в зерне, а соответственно не было надобности в том, чтобы защищать его от грызунов. И возможно поэтому монгольское иго было таким… опасным. Потому что с утра их не будили мимимишные пушистики. В Гоби полно интересных мест, но расстояния между ними гигантские. Это не Диснейленд, который можно обойти за полдня. Тут придется провести в дороге весь уикенд. Эх, прощай, копчик. Вроде ж Гоби – это пустыня, а вокруг одна зелень, цветочки. Обожаю. Водитель, а остановите вот у того холмика. Мы приехали в пустыню Гоби в удивительное время, когда она совсем не похожа на пустыню. Несколько раз в год сюда прорываются облака и обрушиваются ливнями. Тогда пустыня оживает и превращается в гигантское цветущее поле дикого чеснока. Как же мне все-таки повезло. Еще недавно все это было абсолютно безжизненным песком. А я приехал сразу после дождей. Смотрите, какая красота. Через пару недель зеленое покрывало высохнет. И тут снова будут только глина и камни. Монгольская столица перезагружается ударными темпами. И скоро тут не останется ничего монгольского. Но одно местечко пока есть – театр Тумен-Эх. Билет стоит 10 долларов, но в Улан-Баторе я могу себе это позволить. Прости. Здесь туристам хвастаются всем, что нажито монгольской культурой за две тысячи лет. Песни молодожен, шаманские танцы, религиозные обряды, и свой народный танец БиЛГ. Ну и фишка представления – горловое пение. Хооми. Это похоже на дрожание струн, звук летающей тарелки и рычание волка одновременно. Даже не верится, что такие звуки может издавать человек. При помощи хаами монголы уже тысячи лет выражают свое восхищение природой. И правда, закрываешь глаза и представляешь себя в ветреной монгольской степи. Вдыхаешь, сжимаешь горло… ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Нет? Не то? Ну ладно, не важно, я в другом хороша. Спасибо вам огромное. Олеша, пойдем. Вы удивитесь, но в пустыне Гоби есть отели для богачей. Но это не стеклянные небоскребы вроде Широтона или Хилтона. Здесь модно останавливаться в лоджах в традиционном стиле. Мы едем в Три Кэмэл Лодж, что значит кемпинг трех верблюдов. Так что в этот раз у меня будет не люксовый номер, а люксовая юрта. Самая дорогая здесь. Юрта имени Чингисхана. Кстати, если вы не знали, Чингисхан – это не имя. Это титул, что-то вроде «всем царям царь». А на самом деле звали его Тимуджин. Вааааув, да ладно… Я уверен, что у реального Чингисхана таких условий и близко не было. С другой стороны, здесь все максимально приближено к традиционному образу жизни. Настоящая юрта, разве что с окнами. Это душ! Серьезно, душ из каменной кладки посреди пустыни. Причем здесь есть полотенца, халат, шампунь и все как в настоящем отеле. Туалет. А это что-то вроде гостиной. Места, конечно, очень много. Здесь три юрты, соединенные вместе, без всяких дверей, просто сплошной проход. Конечно, у обычного кочевого монгола нет окон, диванов и душа с унитазом. Но это же пятизвездочная юрта для богачей. Прямо евро-юртовый ремонт. Пока я жду свой ланч, у меня есть несколько минут личного времени. Потрачу я его на прокачку мозга, то есть покер на покер-матч. Так, это я уже понял. Играть нужно осторожно, мыслить четко и всегда анализировать ситуацию. Как я и думал, пас. Спасибо. Даже не знаю, что я больше хочу сейчас – удовольствие для ума или для желудка. Мне тоже уже пора найти, где я буду ночевать. В прошлый раз Регина столкнулась с такой проблемой, что хостелов практически нигде не было. А сейчас они буквально на каждом шагу. И мне определенно нравятся эти перемены в Монголии. Я выбрала новенький хостел в самом центре Улан-Батора. Семейная комната – 40 долларов. Комната на двоих – 30 долларов. Койка-место – 15 долларов. И койка-место без окна – 10 долларов. Конечно, я возьму койку за 10 долларов без окна. Можно подумать, что я ни разу в своей жизни окон не видела. Внутри хостела чисто и прилично. Есть кухня, прачечная и общий душ. За 10 долларов – это отличный вариант. Как бы сказали на моем практически втором родном языке. Ну я только что заплатила 10 баксов за то, чтобы пожить в коридоре. Чтобы в хостеле было больше спальных мест, тут просто отгородили кусок прохода. И получились то ли душевые кабинки, то ли шкафы-купе. Просто с перегородкой. А еще тут не двухэтажные кровати, а трехэтажные. Олежа, покажи. Полагаю, вы понимаете, да? На каком этаже я буду спать? Конечно же на самом верху. Забронирую коечку, пока никто не прибежал. У моего лоджи есть отличная опция. За пару сотен долларов тебе накроют стол в любой точке пустыни. Шикарный, действительно роскошный и дорогой сервис моего гламурного кемпинга. Это вот такая замечательная встреча заката прямо в пустыне Гоби. С ужином и вином. А чтобы богатый турист не заскучал, для него устраивают представление. Музыканты играют на национальных инструментах – марин хуурах. Кстати, одна струна должна быть сделана из волосков хвоста коня, а вторая – из хвоста кобылы. Это вроде как женское и мужское начало в музыке. Думайтесь, я нахожусь на краю самой большой пустыни в Азии. Для меня играют два замечательных виртуозных музыканта. А я встречаю закат с ужином. Ради такого действительно стоит жить и путешествовать. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Блин, подстава. Тихо, спокойно. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А звездочек-то побольше пяти будет. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Доброе утро. Сказала бы я, если бы это утро было добрым. Когда я выбирала третий этаж, я думала, это козырное местечко. Но оказалось совсем не так. Потому что стенки моей вип-комнаты доходят только до второго этажа. Отсюда я вижу утреннюю стройку. Отсюда я прекрасно слышу, кто проходит по коридору, ходит в туалет, в душ, заходит в нормальные комнаты, в которых есть стены, которые глушат. Доброе утро. Все эти звуки. Скупой платит дважды. Чтобы успеть посмотреть побольше достопримечательностей Гоби, пришлось вставать ни свет ни заря. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кому-то завтрак в постель. А тем, у кого всего 100 долларов, нужно еще поискать, где поесть. Я решила позавтракать на рынке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нарантул, одолданы то. Да, Решка уже здесь была. И Регина здесь уже была. Но Настюшка опасностей не была. Так что пойдемте. Это самый знаменитый и самый огромный рынок во всей Монголии. Здесь работает около 15 тысяч человек. У меня реально сейчас полное ощущение, что я попала в прошлое. И тут тупо 90-е. Рынок, условно, делится на четыре части. В одной части – китайский ширпотреб. Вторая часть – товары для юрты. Третья – шаманские прибамбасы. Ну а мне нужна четвертая часть – там, где еда. В павильоне рынка есть такой себе фудкорт, где продают блюда национальной кухни. Очень прикольная система здесь. В одном окне на кассе ты делаешь заказ, тебе дают чек и в другом ты и получаешь. А мы свалили с дороги. Ну что, начнем с жирненького, зажаристого хушура с мясом. Ай, камон, кого я обманываю? Хушур – это жареный пирожок с мясом. Похож на наш чебурек, только круглый. Чебурек как чебурек. Мне кажется, чебурек, он и в Африке чебурек. Вкусно, жирно, маслянисто, специи, приправы. Ну, в общем-то, все как и у нас. И я тем временем хочу отведать хуйцы. А что вы смеетесь, друзья? Это самое обычное первое блюдо, как наш борщ. Выглядит наваристо. Хуйца – это жутко жирный суп. Пол тарелки здесь занимает баранина, тефтелька, картошка, морковка. А вторые пол тарелки – огромный кусок курдючного сала с попы барашка. У монголов вообще любое блюдо – это или огромный кусок мяса, или огромный кусок мяса и чуть-чуть чего-то. Злые языки утверждают, что монголы считают вегетарианцев немного того. Суп, конечно, безумно наваристый, а похож он скорее, да знаете, ни на что не похож. Но тонко чувствуется вкус баранины все-таки, да, от нее никуда не деться. Ну и, наверное, нотки кинзы. Вот. Ну, сносно. А главное – сытно. А еще главное – дешево. Ох уж эта хуйца. Когда слышишь слово «пустыня», представляешь море песка. Но это не про Гоби. Тут песка всего 3%. Как раз к ним я и приехал. Красота. Вот. Сейчас и покатаем. Это дюны Хангарын Элс. Ощущение, что кто-то разгрузил огромный самосвал с песком прямо посреди зеленой лужайки. Песчаные горы высотой по 200 метров. И любимое развлечение богатых туристов здесь – съезжать по этим склонам на сноубордах. Это место называется «поющие пески». А называются они так потому, что ветер с помощью трения песчинок создает такой звук, как будто пуля и пчел вокруг жужжит. И вот эта вот вибрация – очень странное чувство. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сейчас даже как-то волнительно, потому что тут песок. Я вообще не представляю, что от него ожидать. А гора-то серьезная. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну что, я готов? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это того стоило и отбитой спины в вазике, и часового подъема, и адской жары. Это очень нестандартное ощущение. Совсем не похоже на сноуборд, но обязательно стоит попробовать. Особенно если летом вам его нечем заменять. Погуляв один день по Улан-Батору, понимаешь, что его захватывает глобализация. И скоро его не отличишь от любого другого мегаполиса. Для тех, кто хочет колорита, тут придумали парк 13 век, где можно увидеть, как жил сам Чингисхан. Купить билеты можно только в Улан-Баторе, вот по этому адресу. Ну что? Путевка, вокзал, автобус. Поехали. Ух, прохладненько. Автобус довозит вас до таблички, от которой идти еще двадцать километров. Поэтому важно еще в офисе предупредить, чтобы отсюда вас забрал мотоцикл. А вот где этот мотоцикл? Вопрос. Пойду навстречу. Может он где-то за углом ждет. Класс, я уж думала, вы не приедете. Вот это движуха. Вот за что я люблю 100 долларов, друзья. Так это за то, что можно так колоритно проводить время. Вы же понимаете, степь. Я вообще не представляю, где я нахожусь. В Монголии я на драндулете лечу к приключениям. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для нас пустыня – это что-то пустое и безжизненное. Но для монголов Гоби – это настоящий проходной двор. Привет! Дело в том, что монголы – один из немногих народов, которые до сих пор кочуют. Я приехал в стоянку кочевников, у которой, как вы догадались, нет адреса. А это глава общины Эрден. Всю свою жизнь он провел в переходах по пустыне Гоби. И первым делом я спросил у него, почему монголы вообще кочуют? Во-первых, у скота каждый раз новое пастбище. Во-вторых, не нужно морочиться с землей и недвижимостью. Живи где хочешь. Чтобы ты знал, наша столица Улан-Батор перестала кочевать каких-то 200 лет назад. Вот вы находитесь в постоянном удалении от цивилизации. Здесь нет ни нормальной мобильной связи, ни интернета. Все у нас есть – спутниковые тарелки и телефоны, телевизоры и радио, которые работают от солнечных батарей. А если что-то случится, в радиусе 60 километров всегда есть какой-то населенный пункт. Эрден говорит, каждая община обязательно держит хозяйство. Вот у него, например, свои верблюды – двугорбые бактрианы. Это самые большие и самые выносливые животные в пустыне Гоби. Диких верблюдов тут осталось не больше тысячи. И встретить их – большая удача. А вот на домашних можно прокатиться. Ты что такой огромный? В смысле? Он такой гигантский. Я думал, они чуть больше, чем лошади. Но я себя ощущаю, как будто на жирафе. Хотя я ни разу не катался. Верблюд в пустыне – это практически супергерой. У него густющая шерсть, чтобы выдержать мороз в 50 градусов. Мозолистые ноги, чтобы идти по раскаленному песку и камням. И суперспособность – не пить и не есть пару недель. Кстати, если вам кто-нибудь когда-нибудь говорил, что в этих горбах находится вода – ничего подобного. На самом деле здесь целые горы жира и в голодные времена они просто уменьшаются. Прикольный он на ощупь. Но когда они добираются до воды, могут выпить больше 100 литров за раз. Тор-тор. Тор-тор-тор. Тор-тор. Это… Тор-тор. Зачем я это говорю? Тор-тор-тор. Ну, мне нравится? Тор-тор-тор. Так, тихо, тихо. Тихо. Спасибо. Пока, друг. Я буду скучать. Только не плюй. Упокойно. Друзья, я, кажется, вижу уже ворота. Ворота в эту деревню. На входе туристов встречают стражи на конях в полном обмундировании. Приехали. Ура. Ну что, Анастасия Вячеславовна, добро пожаловать в прошлое. Парк тринадцатый век – это музей под открытым небом. Тут на огромной территории воссоздали настоящий лагерь Чингисхана. Юрты большие и маленькие. Школы. Шаманские лагеря. Пастбища и луга. Ну что, посмотрим, что здесь есть? Тут чисто могольские забавы. Можно пострелять из лука. Вкусить запах свежего навоза. Так же можно покататься на лошадке. Поехали. Курс прямо! Ну, можно и не кататься, если она не катается. Можно посмотреть, как овца дует корову. Как женщина доит корову. И самому подоить корову. Знаете, имя корова похоже на человеческий палец. Только без костей. И без ногтей. А здесь можно увидеть стан шаманов. Все шаманские обряды происходят вокруг вот этого дерева. Вот эти ленточки в зала А для исполнения желаний. А острые копья, их 365, посылают энергию от обрядов на все стороны света. Посетить древнемонгольскую школу. Здесь каллиграф. Может, что угодно написать вам на старом монгольском. На память. Вот так на древнемонгольском будет выглядеть имя Настя. А здесь написано, догадайтесь, что? Орел и решка, конечно же. По-моему, выглядит очень красиво. По легенде Чингисхан поручил родовым кланам придумать, как записывать слова. Выбрал лучшие варианты, объединил их и получились вот такие корлючки. Также здесь можно поиграть в предсказания, которые называются Шагай. Ну это как китайские печеньки, внутри которых находится то самое предсказание. Каждая сторона кости обозначает животное. Козел, баран, кони, верблюд. Их бросают и какая комбинация выпадет, то и произойдет. Ну смотрите, у меня вообще здесь все предельно просто. У меня выпало два козла, один баран, почти все как в жизни, и один конь. Что говорит о том, что меня ждет успех. Не поспоришь. Гоби полна потрясающе красивых мест. Одно из таких в ущелье Йолэн-Ам. У кочевников есть поговорка – монгол без лошади, что птица без крыльев. Вот это транспорт настоящего хана. Тысячу лет назад на таких небольших лошадках монголы покоряли мир. А я пойду на ней покорять ущелье. Когда-то это была одна скала, которая во время землетрясения раскололась на две части. А где-то там дальше есть красивейший водопад. Представляете, водопад в пустыне. Я просто обязан это увидеть. Все, дальше не идет. Видимо, лошадки не очень любят скалы. Здесь ее придется оставить и продолжить путь пешком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай я дальше один пойду. До конца-то надо дойти. Камера есть. Все, снимает. Давай, я скоро вернусь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я уже совершенно не представляю, как отсюда слезать. Но, кажется, дороги назад просто нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, могу сказать точно одно. Если вы хотите понять, увидеть, прочувствовать колорит Монголии, выезжайте за пределы Улан-Батора, приезжайте сюда. Да, здесь, возможно, не будут вас ждать клоуны, фонтаны и какая-то другая феерия. Зато вы обретете больше. Вы обретете спокойствие, умиротворение. Ну и как минимум насладитесь такой великолепной красотой. Друзья, я не знаю, как я здесь только что забрался и спустился. Со стороны это выглядит еще жестче. Только посмотрите на это ущелье. Я ничего подобного в жизни не видел. Здесь ущелье разделяется на два вот таких пути, и я абсолютно не представляю, в какую же мне сторону. Пойду туда. Я прошел, а точнее, пробежал уже примерно пару километров и до сих пор не встретил ни души, от чего становится не по себе. Но за каждым поворотом думаю, что вот он, конец ущелья, знаменитый водопад, ради которого я и пошел дальше. А за каждым поворотом открывается вот примерно такое. Я нашел. Вот и водопад. Не знаю, видите ли вы что-нибудь. Я вижу только начало и слышу звуки. Я вижу. Наверное, днем это красиво, но сейчас я просто ничего не принимаю. Если вы захотите посмотреть на этот водопад, берите гида и идите с утра. В темноте ничего не видно и очень страшно. Мне кажется, пора искать путь назад. А куда идти-то? Ладно. Попробуем повторить все как было. Скользко просто, жесть. Если честно, уже не представляю, сколько я здесь блуждаю и куда вышел. Потому что я просто стараюсь держаться реки. А это вообще не похоже на то, где я шел. Привет, дорогой дневник. Я здесь уже часа полтора. С тех пор, как стемнело, хожу с фонариком и пытаюсь найти хотя бы какие-то знакомые камни. Видимо, я совсем заблудился. Простите, ребята, но в аэропорте я, кажется, не успел. И, может быть, останусь в пустыне Боби. Стоп! В эти какашки я наступил в самом начале. Четыре подряд. Так. Да ладно. Да ладно! Саня! Саня, ты меня слышишь? Господи, это он! Забраться здесь просто нереально, поэтому я сниму обувь и попробую идти по ручью. Если я дойду до того берега живым, мне пофигу, есть у меня кроссовки или нет. Так, второй пошел. Кроссовочек, стой! Господи, какая же ледяная вода! Саня! Я иду! Вот и второй. Ну что, ребят, на этом дневник окончен, я спасен. Увидимся в аэропорту, хотя нет, скорее всего не увидимся. В Монголии хорошо все. Тут недорого. Ну я только что заплатила 10 баксов за то, чтобы пожить в коридоре. Тут сытно. Ох уж эта хуйца. Тут ярко. Монголия неисхожена туристами. Так что каждый найдет здесь свою терра инкогнито. Странное ощущение! Но из-за космических расстояний путешествие по Монголии – это никак не дело двух дней. Вот две недели – это в самый раз. Добро пожаловать на поющие пески. Так что собирайтесь, потомки Чингисхана ждут вас. И мне это нравится. Ну все, спасибо, было классно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да я тебя сделаю. Ой, знаешь, Настя, это же покер. Тут думать надо, сопоставлять, концентрироваться. Ой-ой-ой, тоже мне концентратор. У меня, между прочим, на покер-матч своя стратегия и свой стиль игры. Да все, работаем, работаем. Так где же он? Слушайте, ну, я уже реально начинаю переживать, потому что до Евсея не дозвониться, а я здесь уже как минимум полчаса стою. Да что с этой связью? Алло, алло. Ну что, друзья, придется мне прощаться с вами одной. Телефон звонит. Алло, алло, алло. Слушай, я заблудился. Ты где? Я заблудился. Алло, алло. Ты где ходишь? Объясни мне, ты понимаешь? Потому что я...